Девушки отдыхают Для декорирования мы подготовили природные материалы – кофе, фасоль, жёлуди, бадьян и корица. Лена, с чего начинаем? Начинаем. Первым делом нам нужно сделать для нашей ёлочной игрушки петельку. Для этого мы отрезаем небольшой кусочек шпагата, ну вот примерно сантиметров 10-15, сгибаем пополам шпагат и приклеиваем клеевым пистолетом. При использовании клеевого пистолета будьте аккуратны. Клей горячий, старайтесь не обжечь пальцы. Мы намазываем в середине немного клея и накладываем нашу петельку. То есть дырку нам делать не нужно? Дырку не надо. Когда петля приклеилась, декорируем ёлку. Обматываем её шпагатом сверху вниз. Не стоит наносить клей сразу на всю поверхность, он быстро высыхает. Рассчитываем приклеить не больше пяти рядов. Когда основа новогодней игрушки готова, можно переходить к декору. Мы берём кофейные зёрнышки и приклеиваем их по одному. Ну, например, вот я запланировала вот в этой части цветочек. Капаю по одной маленькой капельке клеевым пистолетом, прикладываю по одному кофейные зёрнышки. По такому принципу клеевым пистолетом можно приклеить всё что угодно. Кофейные зёрна располагаем центральной полосой вверх. Если сделать наоборот, они будут похожи на бобы. Из шпагата формируем два банта и также крепим их с помощью клея пистолета на игрушку. Наверх ссадим звёздочку бадьяна. Осталось нам покрыть лаком кофе, фасоль и бадьян, чтобы они у нас красиво блестели на ёлке. Для этого берём кисточку. А какой использует лак? Лак на водной основе любой, который продаётся хоть в строительных магазинах, хоть в магазинах для творчества. Лак хоть и имеет коричневый оттенок, но при высыхании становится прозрачным. До полной готовности остаётся 10 минут. Вариантов исполнения такой игрушки может быть много. Вместо шпагата использовать нити мулине, а как декор – неприродный материал, а бисер или пуговицы. Также форма может быть абсолютно любая. Можно сделать звёздочку, шарик, либо какую-нибудь зверушку. А если на оборотную сторону приклеить магнитную ленту, то такую игрушку можно повесить на холодильник. Готовьтесь к Новому году заранее. Всего хорошего! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова